Обильные снегопады внесли свои коррективы в работу коммунальных служб. Только за эту неделю было вывезено более 6 тысяч кубометров осадков. А по прогнозам синоптиков, снег будет идти и на следующей неделе. Алексей Валов поставил перед коммунальными службами задачу оперативно реагировать на вызовы погоды. Снегопады пришли в Подмосковье и буквально одели в белые наряды деревья, улицы и дороги. Умиротворение зимних пейзажей нарушает разве что шум коммунальной техники. Зимняя сказка – это, конечно, красиво, но едва ли добавляет удобства при передвижении по городу. На оперативном совещании обсудили ход уборки территории от снега и наледи. В настоящее время работа по очистке и расширению проезжей части улиц на территории района продолжается. В них задействованы 89 лиц техники и 78 человек. Работы ведутся в две смены – днем и вечером, заканчиваются глубокой ночью. Именно в такое время суток удобнее всего вывозить осадки, поскольку дороги свободны. Работу интенсифицировать, если вдруг у нас что-то не получится, привлекать дополнительные силы. Зимой остается важным и вопрос безопасности на прудах, реках и озерах. Любителей подледного лова немало. Регулярно в Щелково осуществляется патрулирование водных объектов. Профилактические беседы также проводят со школьниками. Но предупреждение – лишь часть работы. Помимо этого водоемы должны быть оборудованы средствами спасения. Напоминаю главам поселения размещение угодных объектов, предупреждающих аншлагов, жердеев, количества не менее 5 штук, длиной не менее 3 метров. В угрожаемых местах это требование комиссии по чрезвычайным ситуациям в Щелковском муниципальном районе. Также на совещании обсудили ход возведения объектов образования. В ближайшее время запланирована сдача двух детских садов – в микроюне Гагаринске и деревне Кремнево. В последнем объект получает заключение Пожнадзора. Также особое внимание приковано к возведению школы в Солнечном, где пока идет оформление необходимой документации. Сейчас готовим быстро, аккуратно новый проект по безопасному региону и выходим в школу на помещение. Дарья Соснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».